МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости АНАПО РЕГИОН, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. План по исполнению находится на личном контроле главы муниципального образования Юрия Федоровича Холюкова. Анапская единая дежурно-диспетчерская служба стала лучшей в крае. В конкурсе-смотре, организованном МЧС России, ЕДДС нашего курорта показала отличные результаты. Мы взяли планку, мы обязаны были удержать, и мы удержали. Казачий сполох объявлены победителем всероссийского этапа военно-спортивной игры и спартакиада допризывной казачьей молодежи. Эта профильная смена поможет ему в дальнейшем поделиться со своей профессией. Школа молодого энергетика. Воспитанники ВДЦ-смена узнали, откуда берется электрический ток и как использовать энергию в мирных целях. Глава НАПО Юрий Поляков лично контролирует то, как в городе-курорте идет реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». Объем финансирования проектов в этом году более 60 миллионов рублей. На эти средства реконструируют сквер-строитель в 12 микрорайоне, а также шесть дворовых территорий. Юрий Поляков назвал проект большим делом и потребовал от подрядчиков соблюдать все сроки работ, проводить их качественно. Он пообещал принимать работу вместе с жителями. Создание комфортной городской среды он назвал одним из приоритетных направлений работы действующей команды. Капитальные работы в сквере-строитель 12 микрорайона завершат к 1 ноября. Об этом сообщила заместитель главы курорта Анжелика Базунова во время обхода объектов, которые строятся по программе «Комфортная городская среда». Сквер-строитель в 12 микрорайоне. Здесь ежедневно работают по нескольку бригад, начиная от строителей и сварщиков, заканчивая озеленителями. Основная концепция остается прежней. Центральная зона отдыха в виде круга и спортивная площадка, в которую расширяют до стандартного размера. К этому прибавят две детских площадки и тренажерный комплекс. Зелени проводят ревизию. Обрезанные аварийные ветки разбираются газоны для травы и кустарников. До 1 ноября мы стараемся закончить, и планировали, и стараемся закончить общестроительные работы. А потом уже после 1 ноября мы будем осуществлять монтаж детских игровых площадок, спортивного оборудования на этой территории. Похожую картину можно наблюдать на всех объектах, которые финансируются в рамках программы «Комфортная городская среда» приоритетного проекта партии «Единая Россия». Глава курорта Юрий Поляков поручил максимально активизировать работы. Это дворовая территория в районе улиц Лермонтова и Маяковского. Одна из точек притяжения не только для жителей двора, но и для соседей, в том числе самых юных. До этого двор старались содержать в порядке своими силами, но как только появилась возможность, оформили заявку. Это основание под пешеходные дорожки и цветочные клумбы. Здесь же будут спортивная и детская площадки. В ближайшее время начнут укладывать тротуарную плитку. Все, что сейчас делается, это нас устраивает. Будет очень красиво у нас. Поэтому наши жители, которые здесь проживают, огромное спасибо всем говорят. По словам Людмилы Назаренко, не за горами открытия, на которые пригласят всех, кто так или иначе принял участие в проекте. Аналогичные работы идут еще в пяти дворах. Один из проектов признали лучшим в крае. Александр Ребека, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Единая дежурно-диспетчерская служба Анапы признана лучшей на Кубани. По итогам ежегодного конкурса, который проводит Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, ЕДДС нашего курорта заняла первое место в регионе и вышла во второй этап, заняв второе место уже на уровне Южного федерального округа. Серьезная авария произошла этим летом. В результате срыва технической пластины на центральном водоводе курорт в разгар сезона остался без воды. Но благодаря работе единой дежурной диспетчерской службы были скоординированы все коммунальные подразделения администрации города. Налажены поставки питьевой воды из других городов Краснодарского края. Общими слаженными усилиями серьезных последствий удалось избежать. Мы понимали, что эту аварию мы не сможем быстро устранить. Это не час, не два уйдет на это устранение аварии. Мы должны были как-то информировать население. Естественно, мы первую сразу же эту информацию передали в единую диспетчерскую. Потому что большинство звонков поступает и к ним тоже, не только к нам. В Анапе единая дежурная диспетчерская служба работает уже более 10 лет. По итогам ежегодного конкурса, который проводит ГУ МЧС по Краснодарскому краю, Анапская ЕДДС заняла первое место в регионе и вышла во второй этап, заняв второе место уже на уровне Южного федерального округа. Только в этом году в службу поступило 74 тысячи звонков. Спасатели 310 раз выезжали для проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ. Обработано и передано в соответствующие структуры 19 тысяч обращений граждан. Важный элемент в работе ведомства – система «Безопасный город». Сегодня она объединяет свыше 300 видеокамер, установленных на набережные, въездных трассах, пляжах и в местах массового скопления людей. В настоящий момент идет активная работа по внедрению системы вызова экстренных служб по единому номеру 112. Ее цель – оказание оперативной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций. План по исполнению находится на личном контроле главы муниципального образования Юрия Федоровича Полякова. В Краснодаре и в крае его в целом курирует первый вице-губернатор Алексеенко. Финансирование предусмотрено в полном объеме и по нашим оценкам в новом курортном сезоне телефон 112 в Анапе будет работать в полном объеме. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Волонтеры получили новые информационные материалы по закону 1539. Их раздают жителям и гостям города-курорта. Такая работа проводится на регулярной основе, чтобы дети и родители не забывали простые и необходимые правила. Новый информационный материал – карманный календарь, на котором указано, что дети до 7 лет никогда не должны гулять без сопровождения взрослых. Кому не исполнилось 14, должны быть дома в 9 вечера. А юноши и девушки до 18 лет, не позже 22.00. Это памятка для родителей с пометкой, что именно они несут ответственность за соблюдение краевого закона 1539. Для школьников – закладка с линейкой и телефонами доверия различных служб, в том числе психологов. За месяц специалисты муниципального управления по делам молодежи распространяют порядка 3,5 тысяч экземпляров различных памяток. Просто на улице, на досках объявлений, в учебных заведениях. Вечером по улицам ходит специальный молодежный патруль, дополняющий регулярные патрули. Это взрослые ребята, старше 20 лет, кто-то учится, кто-то уже закончил учебное заведение, которые считают своей задачей не обязательно поймать подростка, а посмотреть, чтобы такой подросток не испортил себе жизнь какой-нибудь ерунду. Где-то подрался, выпил просто, там на улице его забрала полиция. Своебразные опорные пункты, клубы по месту жительства. Сегодня в муниципалитете их 42. Дважды в месяц педагоги кому-то рассказывают, а кому-то напоминают о простых правилах, которые помогут в том числе сохранить здоровье, а то и жизнь. Это могут быть и конкурсы рисунков, это могут быть и конкурсы стихотворений, это могут быть и информационные профилактические беседы тематические, информационные профилактические акции. То есть форм на самом деле достаточно большого количества. Специалисты отмечают, что анапские подростки в большинстве своем знают про закон. С окончанием высокого сезона работы у волонтеров и патрулей не так много. Задача, чтобы те, кто подрос и почувствовал себя самостоятельным, понимали, что их новый статус в обществе означает еще и определенные обязательства. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Как возникает электрический ток? Кто открыл его и каким способом эту энергию используют во благо человечества? Обо всем этом ребята, отдыхающие во Всероссийском детском центре смена, смогли узнать, приняв участие в интеллектуальной игре «Энергозаряд». Викторина «Энергозаряд» проводится в рамках работы профильной смены «Школа молодого энергетика». Это направление работает в Анапе только второй год, но уже стало весьма популярным. На этот раз в детский центр приехали участники из 20 регионов нашей страны. Мы, естественно, заинтересованы в привлечении, в воспитании мотивированных кадров, мотивированных молодых специалистов. Естественно, это первая задача. Второе, когда мы готовили эту игру, мы, конечно, хотели, чтобы ребята, которые съехали с разных регионов России, почувствовали себя командой. Викторину организовали специалисты электросетевой компании «Кубанинерго». Для пяти команд было подготовлено четыре конкурсных задания. Задействовано порядка 70 человек. В профильной смене у нас участвуют дети от 10 до 17 лет. Они являются школьниками, и как раз-таки сейчас они на пороге определения с будущей профессией, с тем, куда идти учиться. Поэтому я думаю, что эта профильная смена поможет им в дальнейшем определиться со своей профессией и направлением в будущем. Первое задание – история энергетики. Участникам необходимо собрать пазлы с изображением изобретателей, которые внесли свой вклад в развитие отрасли. Кроме этого, необходимо рассказать, чем именно они занимались. Второй этап игры – конкурс капитанов на тему энергетика страны. Руководителям команд нужно расшифровать по аббревиатуре название энергетических объектов. Здесь они смогли блеснуть своими знаниями. Святослав Мельников из Красноярского края. Он не только расшифровал, но и подробно рассказал о работе предприятий комплекса. Здесь, на смене молодого энергетика, я оказался благодаря конкурсу Международного инженерного чемпионата «Кейс Сын», где мы с моей командой из трех человек защищали проект «Стратегия развития топливного энергетического комплекса России». И, собственно говоря, эти знания я получил во время подготовки к этому конкурсу. Собственно говоря, мы стали победителями, поэтому сейчас я здесь и сейчас я блистал своими знаниями, которые получил. Как экономить электроэнергию и правильно распоряжаться энергетическими ресурсами, не нанося вред экологии? Какими должны стать альтернативные источники энергии и в чем их плюсы? На эти и другие вопросы команды должны были не только ответить, но и представить доказательства правильного решения. Интрига, кто же станет победителем викторины, сохранялась до последнего момента. В результате первой стала сборная команды «Грин Пауэр». Сначала, я с вами согласен, было очень сложно из-за того, что большинство людей у меня не в отряде, я их вижу первый раз, и было сложно наладить вот это взаимодействие, особенно с дальней частью стола. Но я считаю, что мне, как капитану, это позже удалось. И, соответственно, в заданиях, где нужна была вся команда, мы действовали как единый механизм. И это помогло нам победить. Всем участникам игры были вручены подарки – современные настольные игры. Работа профильной смены продлится до конца октября. За это время ребят ждут диалоги и мастер-классы, посвященные знакомству с современными энергетическими технологиями, творческие и игровые мероприятия, создание 3D-макетов энергетических объектов, интерактивные квесты и игры. Важное значение для сменовцев будут иметь встречи с представителями различных энергокомпаний, которые посетят ВДЦ «Смена» в течение двух недель, в том числе делегация из Японии. На протяжении двух недель участники Всероссийского этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох» и Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи из 10 войсковых казачьих обществ России демонстрировали физическую подготовку и творческие способности в конкурсных испытаниях. По итогам 11 конкурсов среди участников казачьего сполоха в тройку лучших вошли Кубанское, Уссурийское и Сибирское войсковые казачьи общества. На третьем месте представители Сибири. Вторыми стали кадеты из Сахалинской области. Победители военно-спортивной игры – ученики кадетского корпуса имени Геннадия Трошева из города Кропоткин. Мы пятикратные чемпионы военно-спортивной игры «Казачий сполох». Мы очень рады, что мы победили. Мы взяли планку, мы обязаны были удержать, и мы удержали. Лидер Всероссийской спартакиады допризывной казачьей молодежи – команда Центрального войскового казачьего общества из Ярославской области. Второе место у представителей Кубани из города Ейск. Участники из Оренбургского войска заняли третье место. Слава Центральному казачьему войску! Мы занимаем на этих соревнованиях третий раз подряд первое место. Я думаю, что это благодаря тому, что у нас очень сплоченная команда, то, что у нас замечательный тренер, и мы стремимся к победе. Награды за вклад в развитие казачества получили руководители команд. Также заслуженные дипломы и подарки получили победители каждого конкурса и призеры в индивидуальных номинациях. Завершением соревнований казаков поздравил заместитель директора департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Сергей Перепенко. Формирование казачества на Руси, оно имеет свои традиции, оно имеет свою культуру, оно имеет свою основу. Это одна из важнейших задач обеспечиваться, поддерживать и развивать с тем, чтобы наше будущее было основано на нашей культуре и нашей истории. В финале закрытия команды прошли торжественным маршем со знаменами своих войск. За две недели соперники стали друзьями. Молодые кадеты узнали о традициях и быте казаков со всей России. Для каждого участника эти соревнования незаменимый опыт, который пригодится при дальнейшем обучении и воинской службе. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 25 и 26 октября в крае ожидается сильный дождь, ливни с грозой. Над акваторией Черного моря в районе Анапы имеется опасность формирования смерчей. Обращаясь к жителям и гостям курорта, Управление гражданской обороны защиты населения предупреждает «Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности». А далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам, не упустить возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте, anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь.